Добрый день! Лекция 11. Психология общения. План здесь представлен вам, по которому мы попытаемся разобраться с этой темой. Что такое общение? Это сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, межличностное общение и группами, межгрупповое общение, порождаемые потребностями совместной деятельности и включающие в себя как минимум три различных процесса – коммуникацию, обмен информацией, интеракцию, обмен действиями и социальную перцепцию, восприятие и понимание партнера. Вот три аспекта общения – коммуникативный, интерактивный и перцептивный. Основные характеристики общения. Общение характеризуется по содержанию, манере общения, функциям и стилю общения. Ну, функции общения и дополнительные функции общения вы посмотрите сами подробнее. Средства общения. Основными средствами общения являются вербальные и невербальные. Вербальное общение – это общение с помощью языка, речи. Невербальное общение предполагает использование дополнительных средств. Ну вот, основными невербальными средствами общения являются кинестика – это изучает внешние проявления человеческих чувств и эмоций. Мимика, движение мышц лица, жестика, жестикуляция, токестика, прикосновения. И проксимика – расположение людей в пространстве при общении, что имеет также немаловажные значения. Основные механизмы взаимопонимания в общении. Идентификация – это способ понимания другого человека через осознание или бессознательное уподобление его самому себе. Мы понимаем другого, потому что предполагаем, что мы таковы же, как и он. Поэтому наше восприятие, отношение приблизительно идентично. Стереотипизация – это классификация форм поведения и интерпретации их причин путем отнесения к уже известным или кажущимся известным явлениям, социальным стереотипам. То есть наш опыт дает нам некое обобщенное представление о собеседниках, о партнерах по общению. И поэтому мы можем иногда выстраивать это мнение не на каждый конкретный случай, а предполагать, что скорее всего данный человек ведет себя так, говорит так и так далее. Стереотипы иногда могут мешать нам понимать друг друга, а где-то на начальном этапе может быть и помогают. Рефлексия – это осмысление субъектом того, какими средствами, почему он произвел то или иное впечатление на партнера по общению. Ну в общем рефлексия понимается как самоосознание, самоосмысление. Мы говорим, действуем, общаемся и мы можем осуществлять анализ, контроль этих собственных действий и так далее. Обратная связь – это получение адресатом информации о том, какое воздействие он оказал на адресата и корректировка на этой основе о дальнейшей стратегии общения. Ну вот, структура взаимодействия в общении, систематическое устойчивое выполнение действий, которые направлены на то, чтобы вызвать ответную реакцию партнера. Причем вызванная реакция, в свою очередь, порождает реакцию воздействующего. Замкнутый круг. Ну вот, один из аспектов общения, мы сказали, коммуникация. В переводе с латыни означает «общее, разделяемое со всеми». Коммуникация – это процесс двустороннего обмена информацией, ведущий ко взаимному пониманию. Коммуникативная компетентность, есть такое выражение, это способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми. Не всем дано быть коммуникабельными, вы это знаете. Ну вот, как бы, такая условная схема акта коммуникации. Что она включает, здесь вот на этой схеме представлено. Виды общения. Иногда говорят «стиль общения», «виды общения». Известны несколько общепринятых видов. Это контакт масок, формальное общение, да, когда человек просто создает некий имидж, представление о себе, которое он якобы должен в данный момент представлять. Если человек в данный момент улыбается, имеет определенное выражение, то это только приличие, необходимость. На самом деле, что у него внутри, мы не можем знать. Примитивное общение или грубое, так скажем, общение, да, когда человек просто хочет воспользоваться другим человеком и больше ему ничего не надо. Формально ролевое общение, деловое общение, духовное, межличностное общение, манипулятивное общение, ну и светское общение. Подробности вы можете посмотреть сами. Общение в теории транзактного анализа. Одним из основоположников данного направления психологии был Бернс, который выделил три основные позиции в общении при транзактном анализе. Это позиции ребенка, родителя и взрослого. То есть, в какой-то момент, в разные моменты жизни общение мы ведем себя. Либо в позиции ребенка общаемся, вот, либо в позиции родителя выступаем, либо в позиции взрослого. В общении с коллегами мы стараемся встать в позицию взрослого, предусматривающую спокойный тон, выдержку, солидность, ну и так далее, так далее. С позиции родителя играют с роли старого отца, старшей сестры и так далее. Ну, как правило, по отношению к собственным детям, к младшим товарищам, к ученикам и так далее. С позиции ребенка мы выступаем тоже, вот, видите, роль молодого специалиста, артиста и так далее. Еще один аспект общения, мы сказали, это интерактивная трансакция, когда люди обмениваются действиями. Причем существуют методы приема общения, методы воздействия, это совокупность приемов, реализующих воздействие на, во-первых, потребности, интересы, склонности другого человека. Вот, когда воздействуют на установки, групповые нормы, самооценки людей. И третье, когда воздействует на состояние, в которых человек находится. Стили общения, ну, вот, мы уже об этом упоминали, здесь они еще раз перечисляются. Позиции в общении также, вот, выделяют такие, кроме того, что, вот, Бернс выделил позиции ребенка, взрослого и родителя. Здесь немножко другая сторона. Доброжелательная позиция, принятие собеседника, нейтральная позиция, ну, и так, враждебная позиция, непринятие собеседника, доминирование или общение сверху, с высока, общение на равных и подчинение или позиции снизу. Ну, коммуникация может быть удачной и неудачной. И этому, вот, мы уже говорили о стереотипах, которые могут мешать правильному общению и так далее. Ну, более подробно вы сами посмотрите. Материала более чем достаточно. Здесь приложен список рекомендуемой литературы для более глубокого изучения. Желаю вам успехов. Субтитры создавал DimaTorzok